привет мои дорогие зрители с вами элла австралия и мы сейчас на замке я вот только только сейчас была на почте отправила посылку продала кое-что на ebay так что ребята так необычно смотреть на почте я пришла и там ни одного человека не было только сейчас понабежала если посмотреть что происходит на улице можно подумать что никакого замка не существует я вам сейчас хочу посмотреть сегодня льется дождь проливное небо перевернулась я сейчас нахожусь в рамсгейте народу видите туда-сюда носятся как будто ничего и не происходит вы знаете я вам хочу что сейчас показать сколько стоит мясо в деликатесном магазине у нас не в шопинг-центре а именно в деликатесном куриная грудка 20 долларов килограмм ноги не побритые куриные вот они там отсвечивает в общем надо надо брить 13 долларов килограмм но мясо даже в деликатесном я скажу никогда вот здесь пустых полок не было что там осталось что тут есть спешил свинина 22 это 23 и там внутри там внутри я не буду заходить потому что могут сказать не может делать видео но вот такие цены потому что последний раз я вам видео делала и вы сами видели кроме кенгуринного мяса ничего не было а я на него только посмотрю мне дурно остановится ребят я вам сейчас хочу рассказать одну историю которая у нас произошла в седнея ну за седнеем так скажу это это надо слышать садитесь ложитесь и слушайте дорогие мои зрители в это вы серьезно говорю не поверите такое может произойти только в австралии в общем как вы все знаете мы сейчас на тотальном локдауне у нас все закрыто но в смысле вот продуктовые магазины открыты но ты никуда не можешь выдвигаться из дому по другому поводу ну наверное так я вам скажу в радиусе 5 километров как то так и что вы думаете воскресенье это было позавчера здесь на нашем пляже в национальном парке австралийском поступил поступил сос с этого парка спасите наши души а что оказалось а вот сейчас я говорю это а это это что-то с чем-то что было два мужчины два мужчины решили позагорать это с учетом что у нас сейчас зима они приехали на этот закрытый пляж я не знаю возможно это пляж был нудистические я знаю у нас один находится на лаперузе для нудистов а возможно и там тоже и в общем эти два мужика загорали загорали в зимнюю пору лежали галышом пупырями лежали и пришел олень ребята я не знаю как олень с рогами без роги этих мужиков спугнул в общем как поется в песне и я летел быстрее пули из ружья и все прохожие глядели на меня так и эти мужики убежали убежали и заблудились я не знаю как там можно было заблудиться потому что если тут пляж но это ну короче заблудились и вот ходили они бродили и стали звать полицию на помощь ребята задействован был даже вертолет в итоге когда их нашли один был абсолютно голый но с рюкзаком а второй полуодетый а я не знаю полуодетый как это возможно он был голые в носках потому что носки это тоже одежда это комедия это комедия слушайте ну это вчера писали по всем новостям и полиции когда полицейский офицер докладывал об этом деле по телевизору ребята он даже говорить не мог он там так смеялся а переводчица которая стояла рядом с ним и когда показали что пришел олени она показала вот так руки они знаю олень так а потом вот так убежали в общем сказали вчера не были в когара полицейской станции с этой с этой полиции у меня где-то есть видео потому что я вам там где делала и брала интервью полицейского так что были они тут совсем рядышком недалеко от моего дома и вот этот главный полицейский который был по телевизору он говорит сказал что говорит тяжело для идиотов писать законы это как-то звучало так ребята ну ладно я понимаю а выписали этим пупырям по 1000 долларов штрафа и по 200 долларов закатали еще ту что у них масок не было короче позагорали оттянулись мужики по полной программе ой боже вот такие дела это вы понимаете это как это и смех и грех но это надо действительно я же вам вчера видео говорила буквально вот где я нахожусь в этом районе ладно сейчас мне никто ничего сказать не может потому что я приехала на почту и в магазин а если я сейчас начну тут по улицам шарахаться я вам сказала что вот буквально за пять минут я увидела две полицейские машины так что эти да загорались дорого им это загорание обошлось ну и конечно вы знаете я когда это читала я только я уржалась прямом смысле слова а ну какой там олень а может там просто олененок был а рога большие или маленькие у того оленя ну комедия ну комедия короче два взрослых мужика едва унесли ноги да так от олененка ой ну что посмотрите что тут творится на улице и сказали всю неделю такая погода будет здесь продают печеную корочку дождь льется куда мне сейчас эти а пойдемте мы сейчас оу и сейчас камера будет вся мокрая пойдемте с вами зайдем тогда уже в магазин посмотрим чё тут есть видите салон здесь закрыт а с правой стороны магазин тысячи мелочей все здесь работает но и это а и живей это где я купила мясо ребята и там было пол литра воды в этом мясе а пойдемте сейчас заглянем посмотрим так здесь туалетная а это нет это не бумага это полотенца полотенца кухонные посмотрим есть посмотрим есть бумагер или нет это ж комедия комедия совсем народ чокнулся где она есть есть все завезли бумагу потому что народ стал раскупать как как невменяемые видите шесть пятьдесят двенадцать рулонов но все равно разбирают от полка тут полка пустая а так даже не скажешь что какая-то паника не паника а вы знаете здесь в этом магазине все много всего потому что он находится здесь не так много всегда покупателей потому что это магазин называется ай джей буквально в соседнем в колсе там вообще может быть ничего не быть потому что много людей предпочитают закупаться в другом магазине а мы сейчас давайте прошвырнемся к мясу посмотрим что там опять с водой сейчас наверно вообще тут есть мясо или нет мясо ты где мясо ты где мясо ты где мясо ты где ребята ну я вам скажу не густо серьезно скажу не густо сейчас одену очки посмотреть это двадцать четыре доллара килограмм так воды нету здесь на чудо посмотрите-ка а это это пятьдесят долларов килограмм вот за такие маленькие кусочки значит двадцать пять долларов видите что дешевого нет осталось только по пятьдесят долларов а вот это пятьдесят два доллара килограмм вот это самое вкусное но это же чё это получается тут на два человека испечешь из него нету ничего он уже ужарится это для семьи это два таких пакета на ужин надо да вот эта цена ребята все закончилась но здесь хотя бы какое то есть лучше шеи еще есть сердце сердце они какого-то уже может вам не видно будет какие-то серенькие что-то какой-то цвет у них странной на камере розовая это наверно розовая подсветка потому что и шеи то тут он какие-то не веселые а точно я думаю что такое все красивая а здесь лампы лампы они с такой розовой подсветкой потому что сердечки вообще они какого-то серенького цвета на камере выглядят красные хлеб хлеб здесь еще имеется хотя видите вот тут только несколько булок осталось вот такие дела ребята мясо конечно мясо конечно это но просто золотое по-другому не назовешь вы знаете что меня удивило здесь на кассе продавец она стоит без маски это как-то как вам сказать ну сами можете понять когда идет строжайшее закрытие здесь же могут оштрафовать потом и ее и тот кто держит этот магазин видите вот это тоже бьютишн закрыта парикмахерская закрыта это что такое здесь а это какой-то маленький кафетерий которым продают кофе тоже закрыт оптомист оптометрист открыт дорогие мои зрители ну вот такая маленькая сегодня прогулка пока еще неизвестно когда нас откроют так что кому понравилась история про мужиков и оленя не забудьте поставить лайк а с вами была Элла Австралия из Австралии и увидимся очень-очень скоро пока мои дорогие и не болейте пока 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 я